Здравствуйте, дорогие телезрители! 9 июля день прославления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Мы уже готовили передачи, посвященные судьбе этого чудотворного образа. И сегодня будем вновь говорить о нем. Для этого есть своя веская причина. Дело в том, что вот уже второй год мы записываем наши телепрограммы в Алма-Атинском храме святого князя Владимира, в котором хранится, пожалуй, самая древняя во всем Казахстане икона Богородицы, как принято говорить, древний намоленный образ. И это образ Тихвинской иконы, созданной в XVII веке непосредственно в Тихвинском монастыре. Поэтому Тихвинскую икону можно смело назвать духовной покровительницей всех, кто работает над производством наших передач «Воскресные беседы». Наверное, и всех христиан, которые работают на телевизионном канале «Первом Евразии». Скупая запись новгородской летописи, сообщает, «В лето 6891, это 1383 год, во области Великого Новгорода, нарицаемой Тихвине, явилась икона Пречистая Богородица и Преснодевы Марии с предвечным младенцем на руках своих». Написанное через сто лет после этого события, сказание о Тихвинской иконе Богоматери сообщает, что прежде чем оказаться на берегу речки Тихвинки, икона несколько раз появлялась перед жителями тех мест над селениями, «Светозарно шествуя по воздуху, невидимо носимая ангелами». Можно сказать, что этой иконой было освящено все южное побережье Ладожского озера, его водные просторы, многочисленные деревни, поселки, погосты. О явлении здесь Тихвинской иконы не раз вспомнят в период Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, ведь именно в тех местах по льду проложат знаменитую дорогу жизни, связавшую осажденный город с большой землей и спасшую тысячи жизней. Можно сказать, что Тихвинская икона покровительствовала всем, кто трудился над созданием дороги жизни, тем, кто перевозил по ней людей и продукты. Современным искусствоведам очевидно, что Тихвинская икона – одна из самых древних святынь нашей церкви. И написана она была ранее, чем появилась в пределах Великого Новгорода. Выдвигается гипотеза, что Тихвинская – это тот самый образ, который украшал Влахернский храм Константинополя и исчез из византийской столицы незадолго до турецкого завоевания. Настоящее чудо заключается в том, что Тихвинская икона сохранилась до сегодняшнего дня и находится в возрожденном монастыре города Тихвина. В одной из передач мы рассказывали об удивительном путешествии иконы, спасенной от большевистского варварства в 20-м столетии. Образ объехал многие страны Европы, находился в Соединенных Штатах Америки, пока, наконец, в этот день, 9 июля 2004 года, не вернулся в восстановленный Успенский монастырь Тихвина. Почитаемые списки Тихвинской разошлись по всему православному миру. Один из них сегодня находится в Киргизии, другой – во Владимирском храме Алматы. Примеров особого почитания Тихвинской Богоматери во многих регионах очень много. Это один из тех образов, который объединяет христиан разной этнической принадлежности. Вот в Белгородской области России, в 30 километрах от российско-украинской границы, сегодня возрождается Борисовский Тихвинский женский монастырь. История этой обители заслуживает внимания. Его основание монастыря связано с деятельностью близкого сподвижника императора Петра Великого, первого графа в истории России Бориса Петровича Шереметьева, того самого представителя славных птенцов гнезда Петрова, о котором упоминал Пушкин в поэме «Полтава» – «Шереметьев благородный», так назвал его поэт. И граф действительно отличался неким особым внутренним благородством. Весной 1709 года воинственный и удачливый шведский король Карл XII с союзниками начал поход на Москву. Первой серьезной преградой на пути шведов стал город Полтава, которую Карл осадил. Все шло к тому, что невдалеке от Полтавы состоится генеральное сражение. Русским войском формально командовал как раз фельдмаршал Борис Шереметьев, но фактически, конечно, сам император Петр. Предание Борисовского монастыря повествует, что первоначально государь назначил сражение как раз на 9 июля – день празднования Тихвинской иконы. Но Шереметьев, который с детства имел особую веру к этому образу, упросил Петра отсрочить битву на один день, посвятив 9 июля богослужению в честь Тихвинской. Петр согласился. Сражение, окончившееся полным разгромом шведов, произошло на следующий день, в день памяти святого Сампсона. Именно этому византийскому святому в память о победе под Полтавой в Петербурге воздвигнут замечательный храм архитектора Пьетро Трезини. Кстати, в 1830 году в Сампсоневской церкви примет православную веру Израиль-Бланк, дедушка Ленина. Но вернемся к Полтавской битве. Борис Шереметьев проявит в ходе сражения большую храбрость. Будет руководить войском в самых опасных местах и испытает над собой очевидный знак небесного заступничества Тихвинской иконы. Вражеская пуля пробьет ему латы, камзол, разорвет рубашку, но не причинит даже ранения. Набожного фельдмаршала спасет находящийся с ним медный образок Тихвинской. Он с ним никогда не расставался. И после битвы граф объявит императору о твердом намерении в память своего спасения во время битвы основать в своих землях иноческую женскую обитель в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Петр согласился и, обозрев живописные окрестности села Борисовки, лично избрал место для построения монастыря, водрузив там деревянный крест на вершине горы над речкой. В архивах сохранился замечательный документ 1714 года, собственноручно написанный Борисом Петровичем Шереметьевым. Это так называемый завет или артикул, как содержать новопостроенную обитель в Солободе Борисовки, а по сути подробный устав монастыря. Он отражает трогательную заботу графа Шереметьева о монахинях, священниках, о всем монастырском хозяйстве. Жизнь монастыря в нем расписана до мелочей. Шереметьев пишет, «Иметь в той обители двенадцать сестер, тринадцатой – игуменью, и чтобы все старицы умели грамоте, старицам выбрать игуменью меж себя, бить челом архиереи, чтобы ее посвятил, и в тот же час ехать к архиерею бить челом о священнике-монахе, которому быть у них духовником, и сделать ему келью в монастыре у святых ворот и огородец малый, а у того священника быть келейнику, старому человеку и доброго жития, а иным никаким мужчинам в монастыре отнюдь не быть, кроме праздничных богослужений. Дать в монастырь пять коров, двенадцать овец, два барана, две лошади, тщательно прописаны финансовые расходы на все нужды монастырского хозяйства, вплоть до церковных облачений, каждого предмета утвари, порядок угощения паломников в праздники и так далее. За соблюдением всех правил следили два специальных, назначенных Шереметьевым управляющих. Вот читаешь этот устав и думаешь, ну где же вы современные ктиторы, благотворители, меценаты, благочестивые православные христиане? Впрочем, сегодня такие есть, но, к сожалению, их немного. Вплоть до самой революции, потомки благородного Шереметьева продолжали отстраивать, реставрировать, содержать Тихвинскую обитель, исключительно за счет своих личных средств. После ее закрытия в 1923 году монастырь разрушили практически полностью, до основания сохранился только один корпус. Возвратили его православной церкви в 2014 году. Однако за короткий срок в обители сделано немало. Уже налажена монашеская жизнь, духовно-просветительская деятельность, возведен совершенно новый храм в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Редактор субтитров А.Семкин